Говорят, что только две вещи вызывают слезы, горе и доброта людей. Без лишних слов начнем. 30 самых трогательных моментов в спорте. Перед самым финишем, когда силы твоего соперника уже на исходе, одним из самых достойных поступков среди спортсменов считается помочь своему оппоненту завершить гонку и дойти до финиша. Во время женского 400-метрового забега одна из участниц подкнулась и упала. Из-за нее упала и еще одна бегунья. Но самое главное, что в итоге они помогли друг другу добежать до финиша. Самое ценное, что мы можем сделать для других людей, это подарить им свою доброту и смотивировать на отважные поступки. Так, перед стартом футбольного матча, парень вместе с капитаном московского Спартака вышел в центр поля, чтобы объявить о начале игры своим ударом о мяч. Вот это истинный фанат. Охрана не позволила этому парнишке сделать селфи со своим кумиром. Футболист увидел, как жестоко обошлись мальчиком и немедленно побежал к нему на помощь и сделал с ним селфи, как мальчики хотел. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! По-настоящему мужской поступок проявил баскетболист Леброн Джеймс. Сосредоточенный на игре, высокий мускулистый атлет случайно столкнул женщину, стоящую около трибун. Спортсмен, быстро среагировав на ситуацию, тут же поднял и обнял милую даму. После подачи соперника, теннисист Марат Сафин неловко отбил мяч и попал точно в судью. Не растерявшись, он подбежал к потерпевшей, извинился и поцеловал. А этот теннисист, после неловкого падения девушки в подающие мячи, решил подержать ее нежным дружеским поцелуем. Сказать, что она этого не ожидала, не сказать ничего. Случайным образом, после неотбитого удара игрока, теннисный мяч с большой скоростью угодил болбою прямо в живот. Пропустивший бросок теннисист, извинился перед мальчиком и утешил, подарив ему свой напульсник. Во время соревнований по волейболу мяч прилетел прямо в голову девушки. Без замедлений российская волейболистка побежала поддержать потерпевшую и уточнить, все ли в порядке. Еще один случай достойного уважения, когда здоровье человека важнее, чем результат собственной команды. И это при том, что эпизод был в пределах правил, и нападающий баскетболист мог после этого спокойно забрасывать мяч в сетку. Легендарный Коби Брайант, трагично ушедший из жизни в январе этого года, запомнился нам гениальным баскетболистом и добрым человеком. На этом видео он подписал свои кроссовки и отдал фанату. Иногда для искреннего счастья достаточно, чтобы игроки твоей любимой команды перед уходом в раздевалку отбили тебе кулачок. Этот парнишка, но очень забавно и по-взрослому, радуется дружескому жесту от хоккеистов. Кто бы мог подумать, что помочь завязать шнурки вратарю придет не партнер по команде, а именно нападающий соперников. Он, как никто другой, должен быть заинтересован в любой вратарской оплошности, воспользовавшись которой, может забить победный гол. Но фейерплей для этого человека не пустые слова. Вратар Мартин Берковиц столкнулся со своим же защитником, когда пытался выбить мяч. Из-за сильного удара по голове Мартин моментально потерял сознание и начал задыхаться. Нападающий противоположной команды Франсис Коне не растерялся и оперативно извлек его запавший язык, освободив дыхательные пути и предотвратив несчастный случай. После забитого гола игрок Ромы побежал на трибуну к своей маме, которая впервые за все время пришла на стадион. Он обнял и отблагодарил ее. И сделал это, несмотря на то, что получит за свой поступок желтую карточку. На чемпионате мира 2014 по футболу в одно четвертое финала со счетом 2-1 сборная Колумбии проиграла сборной Бразилии. Для нападающего сборной Колумбии Хамеса Родригеса это был один из важнейших чемпионатов на расцвете его карьеры. Когда прозвучил финальный свисток, Хамес не мог сдержать эмоций. Защитники сборной Бразилии, Давид Луис и Дани Алвес, заметив расстроившегося парня, немедленно подошли его утешить. А здесь уже сам Давид Луис не смог сдержать эмоций после крупнейшего поражения сборной Бразилии против Германии 7-1. Знаменитый теннисист Новак Джокович сыграл товарищеский матч со своим фанатом. Символичным жестом поддержки было то, что Новак на корту выехал на коляске, как и его соперник. Новак Джокович В теннисном матче один из игроков потянул икроножную мышцу. Его оппонент тут же ринулся через весь корт ему на помощь. Его поступок вызвал бурю аплодисментов. Эта теннисистка подвернула ногу и не смогла продолжить игру. В такие моменты трудно держать слезы. Ее соперница, легендарная Сирена Уильямс, обняла и стала утешать бедную девушку. Один из самых достойных мужских поступков – проявить уважение к своему сопернику на ринге. Один из бойцов после попытки удара вывихнул себе плечо. Его соперник не стал пользоваться ситуацией, а по-мужски помог вправить плечо и продолжить честный бой. Октагон – не место для пощады. Но несмотря на это, боец проявил милосердие. После нокаутирующего хайкика в голову, он дождался реакции рефери, а не стал добивать лежащего оппонента. На футбольном матче сборных России и Португалии сбылась мечта маленькой девочки. Десятилетняя Полина встретилась с футболистом Крещану Роналду. Находясь в инвалидной коляске и держа его за руку, она вывела его на поле. Кенийская бегунья лидировала в забеге, но в 50 метрах от финиша потеряла последние силы. Упав на асфальт, она не прекращала сдаваться и начала ползти на четвереньках. Ее поддерживали жестами и словами, и благодаря этому она так и сумела самостоятельно финишировать. В футболе иногда мяч вылетает за пределы поля на трибуны. Так, Роналду случайно попал прямо в нос болельщику. После матча Крещано подошел к пострадавшему, извинился и подарил свою футболку. Канадский тренер по биатлону выручил российского лыжника, казалось бы, в безвыходной ситуации. Наш биатлонист, проезжая крутой спуск, сломал лыжу, после чего ему пришлось продолжить гонку буквально на одной ноге. Увидев это, тренер команды соперников ринулся с трибун к спортсмену и без замешательства надел ему новую лыжу. После падения нападающего в штрафной, судья назначил пенальти, но игрок подошел к судье и признался, что нарушения не было. Впечатляющую ответственность и волю к победе продемонстрировала участница командного марафона в Японии. За 200 метров до финиша своего этапа девушка сломала ногу, но не сошла с дистанции и доползла до заветной черты на четвереньках. Не за себя, а за команду. Браво! Спасибо за просмотр! Ставьте лайки, если тоже любите делать добрые поступки и считаете важным проявлять заботу и уважение к другим людям.